Всем привет! С вами Ванделей, и буквально вчера произошел большой слив материалов по Сталкер 2. Был слит билд 2011 года и большое количество материалов по игре. При этом следует понимать, что эти материалы не имеют отношения к нынешнему Сталкер 2. Они относятся к отменённому проекту, который разрабатывался в 2011 году, аж целых 10 лет назад. Вместе с большим количеством рабочих материалов был слит и сам рабочий билд. Тот самый, который сперва продавался за неприличные деньги, потом стал продаваться за приличные деньги, а после стал ходить по рукам и, собственно, был просто вопросом времени, когда кто-нибудь просто возьмёт и сольёт все эти материалы. Билд был слит не сам по себе, а вместе с патчами. Дело в том, что изначально билд находится в недоработанном состоянии. И поэтому энтузиасты, а конкретно, насколько я знаю, команда модмейкеров Сталкер 2 Old Concept доработали данный билд. Поэтому, во-первых, большое спасибо Дезодору и не только, которые привели этот билд в рабочее состояние, и мы теперь можем его посмотреть, это здорово. Во-вторых, мои соболезнования, потому что мод Сталкер 2 Old Concept после данного слива был отменён. И это печально. Ну и в-третьих, следует понимать, что раз данные патчи неофициальные, то и не весь контент, который мы увидим в этом билде, может быть официальным. Это следует держать в голове. Итак, давайте посмотрим, какие здесь есть локации. И первая локация это база новичков, которая располагается в шахте, скопированной с реальной шахты Юный Комунар. Собственно, не так давно мы рассматривали скриншоты этого уровня, ну а теперь можем посмотреть на него, как он есть. Вот здесь у нас край локации, отсюда начинается железная дорога. Как видите, это даже не столько локация, сколько под локация, потому что в Сталкере планировался бесшовный мир. И все локации в этом билде это просто крупные объекты, в каком-то смысле под локацией, как в ЗП. Смотрите, здесь у нас доска объявлений с ней час, но её здесь не должно было быть, во-первых, по логике, а во-вторых, ну, возможно, её здесь поставили, опять-таки, неофициально после патчей, либо её поставили сами разработчики, но это была просто заглушка. В любом случае, там её быть не должно. Здесь у нас большой карьер рядом с шахтой, насколько я понимаю. Или это просто овраг, не знаю. Опять-таки, как называется эта штука на шахтах, я тоже не знаю. Но выглядит всё довольно здорово и прилично. Было бы прикольно по этой штуке паркурить и прыгать, если бы игра вышла. Ну или если теперь все эти локации добавят в какую-нибудь народную солянку, в какую-нибудь ОП-3, где будет теперь не 100, а 200 локаций. Туда добавят уровни из Сталкер 2. А вот там где-то наверху будет какой-нибудь тайник коллекционера, и мы должны будем туда допрыгать. Как видите, жилой этаж находится только здесь. Опять-таки, если вы откроете скриншоты, которые уже сливали несколько лет назад, и будете сравнивать, то вы поймёте, что все нормальные ракурсы данной локации, их уже сливали в виде скриншотов. Другое дело, что на скриншотах не совсем понятно, что к чему, что где находится. А теперь вот здесь можно полетать и понять, что к чему. Ну, здесь у нас живое помещение, вон что-то горит, кресло стоит. В принципе, в целом всё довольно симпатично, хоть и не то чтобы доработано. Да, этот ракурс тоже сливали. Здесь у нас проломился пол. Выглядит тоже, кстати, интересно. Плокат с ГП-25. Так, что у нас здесь? Тоже какие-то коридорчики. Ну, здесь ничего нет, здесь пусто. Ну, по большому счёту, мы посмотрели всю локацию, всю шахту. Выглядит классно, здорово, замечательно. Но больше смотреть здесь нечего. Поэтому приходим к следующей локации. И следующий уровень — это военный блокпост в зону. Здесь у нас край локации, знак, радиоактивность, бандит поставленный, так, видимо, для размеров, или просто тестовый. Смотрите, какой красавец. Часы какие классные, весь приливается. Кольцо. Вообще классная моделька, мне нравится. Опять-таки ждём в модах. Крест-оберег, хам, шкаф 2004-й, и видите, здесь висят всякие. Жетоны. Кстати, жетоны советские. Это интересно. Такс. И здесь сам блокпост. Какие-то разрушенные конструкции. Вышка. Ага, а это тайный проход на блокпост. Насколько я понимаю, очень напоминает он и на концепт-арте. Точно, точно. Это тайный проход на блокпост. Здесь стоит моделька Бюста Ленина. Здесь же Сталин. Я так понимаю... Ну, в смысле, очевидно, что это тестовые модельки. Их здесь быть не должно. То есть, они здесь поставлены либо по ошибке, либо просто как заглушки для каких-либо целей. Такс. Здесь у нас УАЗик. Тоже как-то он наполовину в земле, разрушенный. Такс. Посмотрим, что же у нас на блокпосте. Проход запрещен. Здесь стоит БТР. О, какая красота. И ПАЗик в центре. Вообще классно. Вот так это выглядит сверху. Несколько зданий. Так. Внутри ПАЗика, я так понимаю, ничего нет. Ну, да. Тут ничего нет. Ага. Это склад всякого разного, видимо, конфискованного. То, что пытались принести в зону. Ну, и не только. Здесь какие-то взрывчатые вещества, бочки. В общем, всякое разное. Два грузовика. Текс. Еще один УАЗ. А это доска почета, которая превратилась в доску учета, на которой висят фотографии разработчиков. Можем теперь их рассмотреть прям поподробнее. Вообще, по-моему, это один из первых скриншотов, которые сливали по поводу Сталкер 2. Вот это доска почета. Так. Здесь у нас за решеткой, я так понимаю, склад. Ага. Такс. Здесь комната прилегающая, плакаты, автомат Калашникова, АКМС, подствольный гранатомет. Так. Какая-то женщина, видимо, кто-то из разработчиков или из знакомых разработчиков. Те самые журналы, которые мы тоже уже смотрели с замечательными заголовками, просто потрясающими. Вестник Чернобыльской зоны. Какое счастье, что все-таки этого нет в игре. Хотя, не знаю, может, было бы прикольно. Но выглядит странно. Сигарета мечта, теперь сигарета Сталкер. Но, как мы знаем, в новом Сталкер 2, во всяком случае, нам как-то на это намекали, показывали. Видимо, там все-таки будут классические сигареты мечта, и это хорошо. Текс. Здесь у нас туалеты деревянные. О, боже, а туалет-то неправильный, без дырки. Как? Как пользоваться? А как пользоваться? Непонятно. Непонятно. Ладно. Текс. Здесь у нас советские плакаты. Смотрите, выглядит классно. Позоришь коллектив. Шикарно. Здорово. А, это казарма. Понятно, это казарма. Здесь... А, смотрите. Это... Служу народу Украины. Вообще здорово. Здорово. Так, это... Здесь оружие должно было быть находиться. Ага. Койки. Висит одежда. Классно. Круто. В целом. Здорово. Такс. А там двери нет, хотя это здание прилегает к еще одному, но вот они с друг другом не связаны. Интересно. Что у нас в этом здании? Еще один плакат. Мы его уже тоже видели. Это тоже видели. На скриншотах. Диван, на котором у нас журналы. Зона. Рассказы и повести. Выпуск 1. Вестник ЧЗ. Спички. Еще один. Зона. Кстати, причем это выпуск 2 уже. Понятно, что эти текстуры сделаны в фотошопе за 2 минуты, но все равно прикольно. Такс. Здесь у нас проходная. Еще одна фотография. Вот такой мы еще не видели, кстати. Так, интересно. Но в целом здесь как-то очень захламлено. И так, я вижу 2 модельки. Первая это новичок, стоящий у бетонных блоков. Ого, у него здесь дозиметр. Интересно. Интересно. Не замечал никогда на этих, на рендерах слитых, что у него здесь дозиметр висит. Хотя наверняка там это видно. Снова у нас здесь браток почему-то с советской символикой. Не знаю. Я уже не помню, читал про то, что это было сделано, чтобы бандиты ассоциировались с бандитами из 90-х. Как-то так. Ну, в любом случае, это явно рассчитано на западного игрока. Ну и в принципе, да, колоритно. Может быть не к месту, но колоритно. Вот такой блокпост. По-моему, вообще максимально симпатичная локация. Прям вообще. Шикарно. Итак, третий уровень. Это еще одна локация. Точнее, подлокация. Это бомбоубежище, в которое мы наведывались вместе с новичками. С той самой базой из шахты, как вы помните. Разбор сюжета на данной большой локации, которая идет после блокпоста военных, на моем канале есть. Если что, можете ознакомиться. И здесь у нас вход в бомбоубежище. Хотя он почему-то завален, но неважно. Здесь должен быть вход. Итак, мы входим в бомбоубежище. Такс. Здесь у нас что-то неоттекстуренное. Такс. А здесь, собственно, всякое разное. Опять-таки виден бандит. Еще больше коридоров, коридоров. Коридоры, коридоры, коридоры. Ну, выглядит интересно, нормально. Так. О, здесь у нас помещение, которое также скриншот, которого мы уже видели. Здесь стоит новичок. Вот он. Желтая канистра. А вот здесь, кстати, это контейнер артефактов. Вот так он выглядел бы в Сталкер 2. Здесь у нас встроенный вольтметр, но, видимо, имеется в виду, что это дозиметр. КА, то есть контейнер артефактов. Подпись. Патроны. Декс. Канистра. Так. Летим дальше. Смотрим, смотрим, смотрим. И это помещение, в котором мы уже были. Так, АС поставить сверху. Да, вот так намного больше видно. Намного лучше понятно, что к чему. Ну, видите, здесь не совсем много помещений. Опять-таки, я не знаю наверняка, но, насколько я понимаю, насколько мне говорили, то есть данная локация изначально выглядит совсем голой. То есть ее именно восстанавливали при помощи патчей неофициальных. И только благодаря этим патчам мы можем нормально эту локацию посмотреть. По-моему, вот здесь как раз были голые коридоры, и никаких объектов не было. Но, в итоге, объекты выглядят так же, как на скриншотах. То есть все на своих местах. Вот. Ну и в целом здесь, по-моему, больше смотреть нечего. Ну, хотя бы теперь есть представление, что это за бомбоубежище. Как оно выглядело. Так, а что это у нас здесь? А, смотрите, еще один женский плакат. Интересно. Это даже календарь. Вот, да, чуть не пропустили. Бутылки. А, кстати, да, бутылки. Тоже интересное. По каким-то причинам весь алкоголь в игре решили назвать в честь локации. Есть, например, шампанское. Агропром. Ну, надпись написана Агропром. То есть это отсылка к ней Агропром. И это точно потому, что тут есть еще один напиток. Мы посмотрим попозже. По-моему, портвейн. С надписью Янтарь. Так, ну а теперь приходим пока что к следующему подуровню. Следующий подуровень обозначен как Watchtower. Ну, по сути, это просто блокпост где-то в зоне. Возможно, долговский. Возможно, нет. Во всяком случае, это модельки долговцев. Но это ни о чем не говорит. Стоят и стоят. Моделька долговца в свете костра. Точнее, просто пламени на земле. Выглядит очень интересно. Не знаю, кстати, что это за какие-то фишечки у них. Как будто медаль или знаки отличия. Но выглядит, знаете, как кэпсы, которые попадались в читасах. Ну, в любом случае, прикольно. Вообще, моделька долговца классная. Хотя морда, вот его маска выглядит странно. Наверное, тут обзор какой-то не очень хороший в таких линзах. Но все равно, выглядит интересно. Прям такое. Переосмысление знакомой модельки экзоскелета. Мне, во всяком случае, нравится. Интересно. Так, здесь еще одна моделька. Вот она. Они стоят, эти парни, около вот такого здания. Рендер которого также уже сливали. И это здание скопировано с одного из зданий. С одного из реальных зданий, которое было на Сталкер-фесте. Времен Завоприпяти, по-моему. Там было на один этаж больше. Ну, и, в принципе, это здание очень красиво разрушили. И, вот, основываясь на нем, сделали данную модельку. Выглядит, опять-таки, по-моему, очень-очень классно. Мне нравится. Так, здесь проходная прямо с военного блокпоста. Прямо та же моделька. Здесь у нас БТР. Здесь край локации. Так, идем дальше. Рельсы. Рельсы, рельсы, рельсы. Кстати, это, опять-таки, моделька с шахты. С подуруни, с шахтой. Здесь у нас пазик. Ну, короче, вот, всякое разное тут наставлено. Но, в целом, никакой конкретики. То есть, пара зданий. Какая-то там, вот, вышка. Это, опять-таки, напоминает здание с военного блокпоста, по-моему. Я уже точно не помню. Или это какое-то новое здание. Нет, это не новое здание, точно. Здесь у нас был склад. Или не здесь. Ну, ладно, неважно. Собственно, локация небольшая. Много объектов. Но, в целом, ничего такого. Ничего конкретного. Текст. В лесу у нас тоже ничего. Все, уровень посмотрели. Можем идти дальше. Только дальше у нас уже пойдут тестовые уровни. Будет еще один сюжетный уровень. Это НИИ-час. Ну, вот, давайте посмотрим НИИ-час, а потом будут тестовые уровни. Итак, спустя 10 лет мы, наконец-то, попали на территорию НИИ-час. И вот данная локация, это уже точно. В изначальном билде вообще в разобранном состоянии. И здесь никакой этой красоты нет. То есть, этот уровень именно восстановлен. Так что, если бы билд был бы слит в своем исходном состоянии, то мы бы не смогли с вами вот так здесь полетать. Здесь у нас знак НИИ-час на входе. Значит, проезжаем. Смотрите. Лежачие полицейские. Здесь проходная, которая пуста. Такс. Еще одна. Контрольно-пропускной пункт НИИ-час. Так, здесь какой-то радар. Ага, это памятник ликвидаторам аварийной ЧС, насколько я помню. Единственное, текстура у него, кажется, какая-то не та, не такая. Потому что памятник вряд ли должен был быть в таком ужасном состоянии, как мне кажется. Скамеечки. Здесь поставлены бюсты, опять-таки, бюст Ленина. Именно как заглушка. То, что, ну, вряд ли бы он здесь стоял. Такс. Это у нас... Это по концепт-арту надо посмотреть, что это здесь у нас. Но, по-моему, это отель. Так. Ага. Здесь у нас... А, это стрельбище было обозначено. Ага, вот, это сам бутылка, про которую я говорил. Портвейн с обозначением Янтарь. В честь локации. Такс. Здесь у нас место обитания сталкеров, которые сотрудничают. Что это с ней сейчас? Кухня. Ну, выглядит шикарно, здорово. Так. А, а, смотрите. Это, значит, это конина. Сталкеры. В Сталкер 2 ели бы конину. Написано Иго-го. Нарисована лошадка. Такс. И здесь прямо написано, если... Правда, текстура плохая, но здесь написано конина. Это просто шикарно. Как бы, как говорится, а консервы нынче хреновые стали делать. Под кониной паштет. Так, а это какое-то пиво. Пиво какое у нас? Написано, что там рижское. Да, рижское пиво. Ну, здесь, по-моему, никаких отсылок на локации нет. Такс. Спускаемся вниз. И здесь у нас стрельбище. Локация, которая, во-первых, использовалась как тестовая. Во-вторых, ее вот вставили на ней сейчас. Здесь у нас плакат, который слетел вот этой нижней части с табличкой Стрелка. На двери в кабинете Стрелка быть не должно. Весь плакат должен быть смещен. Чтобы был виден только он. Так, это у нас телевизор Искра. Плакаты. Калаш с прицелем. Вот он какой красавец. О, как. Текс. Здесь у нас мишени. О, как интересно-то. Чего только не поставлен в качестве мишени. Даже канистры, бутылки. Ну, вылетаем отсюда. И смотрим, что у нас по другим зданиям. Нейчас. Но они все пустые, насколько я знаю, внутри. Вот кроме этого. Здесь у нас что? Магазин. Да, в магазине тут ничего нет. Текс. Это здание с вертолетной площадкой. А вот здесь мы можем зайти в холл. Здесь у нас сталкер стоит. Так. Турникеты. Клавиатура. Опять-таки вестник чернобыльской зоны. Кстати, клавиатура. Это, видите, да, просто фотография. По-моему, у меня такая клавиатура была. Вот один в один. Текс. Здесь ничего. Здесь работники. Они сейчас сидят и изучают зону. Хотя выглядит скорее, как что они здесь делают какую-нибудь игру на Unreal Engine. Здесь у нас лифты. Поднимаемся на нужный этаж. Поднимаемся, поднимаемся. Какой этаж нужный? Кажется, этот. Кажется, этот этаж у нас нужный. Или не этот, или еще выше. Да, вот. Вот здесь у нас единственный кабинет, который нам доступен. Это кабинет стрелка. Ну, то есть, понятно, что локация создавалась еще с опорой на ранний сюжет. Там, где стрелок... Там, где на стрелка совершается покушение. Он умирает. А это его кабинет. Есть, кстати, зарисовка еще этого кабинета. Более красочная, с фикусом. А здесь только какие-то засохшие. Растения на какой-то железной штуке, которая зарисована под березу, кстати. Это забавно, это забавно. Текс. Это кабинет стрелка. Это часики не час. Вообще классно, круто. Вот. И здесь, по-моему, это все, что можно посмотреть. То есть, вот такая локация. Большая, но оттекстурена, отмоделена, или как правильно сказать. Не так уж много помещений. Вот. И это все сюжетные локации, которые есть в данном билде, и которые мы с вами можем посмотреть. А все остальное, это тестовые локации, которые тоже сейчас быстренько запустим. Вот, собственно, один из тестовых уровней. Сейчас он еще не до конца догрузился, прогрузился. Здесь у нас самые разные персонажи, совершают различные... Проигрывают анимации. Кто-то ходит. Кто-то стоит. Здесь у нас костер. Так. Долговец о чем-то загрустил. Так, а здесь было что-то странное. Ага. Долговец сидит. Бандит гуляет с пистолетом. В общем... Сюр, билдоты, все как мы любим. И тестовый уровень с кровососом. Вот так он выглядел бы в Сталкер 2. И можете написать в комментариях, как вам такой образ кровососа. Потому что, честно говоря, мне как-то не очень нравится такой его вид. Он весь как будто... Знаете, как будто он свою кожу сбросил. И здесь у него новая такая молодая кожа. В общем, как-то странно это выглядит. Но... Зато щупалки. Проработаны довольно подробно. Это вся локация, да. Эта тестовая локация называется кровосос боди-тест. И здесь больше ничего нет. Ну что же, думаю, на этом ролик подходит к концу. Все самое интересное, что касается данного билда, мы с вами посмотрели. Свои впечатления от увиденного можете писать в комментариях. А с вами был Ванделей. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok